Дорогие коллеги, рада нашей новой встрече. И вы знаете, сегодняшний вебинар не будет повторением предыдущих. Точно так же, точно так же, как и курс. За это время изменилось очень многое. В чем-то наша ситуация современная, и вынужденная изоляция, и пересмотра общих ценностей, и общих проблем, серьезных проблем, образования, она простимулировала и научную мысль, и увела немножко к большей сути, к поиску большего интересного смысла в том, как мы по-новому подходим к системе образования, и тем более самообразования. Так, сейчас. То есть, я в первую очередь буду говорить о находках, Роман приветствую, о находках современной науки, исследований интереснейших, и о долгожданном сдвиге в поле функциональности, в пересечении наук, конвергенцию их. Все ученые сейчас говорят высокой адаптивности. Спасибо большое, Анастасия, я так рада вас видеть. Не только, у меня еще есть большой ресурс терпения. Вот теперь, посмотрите, слово нейрокогнитивное фигурирует в названии, а в книге, которая все задерживается из-за тяжелых ситуаций типографских издательств, там будут и метакогнитивные слова, как я и угрожала. Итак, и совсем по-новому выстраивается кристаллическая модель и сбора информации, и ее структуризации, выбора предпочтений. У нас ведь сейчас очень много говорят о приобретении мягких навыков. Я смеюсь, потому что только что сегодня читала рекомендации серьезные, РБК, тренды образования, развитие эмоционального интеллекта. Мои дорогие, призывается подумать о том, что может развить ваш эмоциональный интеллект, попробовать почувствовать позицию другого человека, озадачиться развитием этого. Как? Ведь есть методики. И действительно, я очень рада, что у нас во многом мы переходим еще и к воспоминанию о прошлом, которое становится нашим будущим. Время, как Анастасия знает, оно пластичное, оно живое. Столько великолепных исследований, столько достижений, до сих пор неоцененных, наших нейропсихологов, когнитивистов. Вот, теперь даже специальность есть. Вот, когнитивист. Это Мария Фаликман. Молодец, это просто. Человек добился. Имею право употреблять слово. Вот, и когда мы обращаемся к этому огромному богатству, настоящему богатству. Так, Светлана Ушакова хочет выйти в эфир. Татьяна, что делать? Я не знаю, что в этом случае делают. Хорошо. Коллеги, я... А, может быть, да, бывает и да. В эфир не выходим. Слушайте, мы в чат, да, все вопросы. Есть исключение на нашу, ничего страшного. Елена Викторовна, просто не обращаем внимания. Все, да. Здесь, если мы кого-то будем выводить в эфир, у нас может упасть все, включая нашего спикера. Поэтому, если какие-то вопросы, пишите в чат, хорошо? Да, это очень важно. Поэтому спрашивайте, дорогие коллеги. И в первую очередь в вкладке «Вопросы» по одной простой причине, что я могу отвлечься. Действительно, для меня обратная связь – это самое главное. Это то, чему нам тоже нужно будет учиться. Итак, вернемся к нашим метафорам разделения. Когда читаешь о мягких навыках, о них мы как раз будем говорить, бросается в глаза некоторое противопоставление, как у нас обычно это практикуется, жестким навыкам. Но как мы будем развивать, на какой основе и профессиональные, сильные, методические навыки, и одновременно быть гибкими, как это делали гении, как тот же самый Леонардо да Винчи. И вот посмотрите, как интересно происходит. Сейчас настало время вот этого объединения, разумного объединения, в целостные системы. И более того, вот сейчас начались разговоры, вот, пожалуйста, об интуитивном интеллекте. Интуиция. Люди постепенно начинают вспоминать о том, что функция психики все-таки базовая функция, это прогнозирование. Это прогнозирование любых событий. Как я не раз приводила этот пример, когда вот работала с элитными теннисистами, замеры делали даже. Не может человек, человеческое восприятие, на такой скорости движения мяча увидеть его. Мы бьем по тому месту, который вычислил наш мозг. Очень многое происходит на автоматических, запредельных, именно запредельных уровнях восприятия. И точно так же, как в интуитивном интеллекте, выделяют несколько видов, очень известных, каждому, кстати, из практики. Это работа за гранью осознания, за гранью выражения в словах. Это короткие, быстрые, яркие решения, адаптивные, например, биологические. На самом пороговом уровне восприятия мы слышим шорох сосулек, которые из-за оттепели, ощущаемой нашей кожей, из-за объявлений, которые уже начинают падать. И мы делаем шаг в сторону. Да? Кстати, вот расширением порога восприятия своих сенситивных каналов мы на курсе будем заниматься очень серьезно. Потому что мы просто не осознаем. Но одновременно мы... Анализ происходит. Пожалуйста, чтобы не только мое было вещание, ответьте, мне очень интересно. Кто-то заметил, что за время изоляции, локдаунов развелась чувствительность? Так, пожалуйста, ответьте. Кто-то заметил, у кого-то есть это? Более того, развивается обращение... Нет, жалко. Развивается обращение к своей сенсорной памяти. Именно к сенсорной. Тебе не хватает, как, например, мне не хватает в тропиках. Мне не хватает нормальных вот наших... Нашей влажной травы, наших полевых цветов и всего остальное. Но они стали как будто бы ярче в моем воспоминании. Раньше я просила Татьяну не уводить котика из кадра. Вы знаете, я уже могу не заводить кота, не только потому, что нам не разрешают, а потому, что я его пережила. Во всей полноте. Внешний мир, совершенно верно, Альбина. Чувствительность Нина к чувству времени. Это вообще... Буквально мы идем в некоторое новое расширяющее пространство. Именно расширяющее нашу сенсорику. Как мы стали ценить цветы. Как будто видим их впервые. Вот то же самое. Вот эта подробность. Это глубокий сенсорный интеллект. Я бы его так назвала. Чтобы закончить тему интуитивного интеллекта сразу же. Там очень серьезные качественные процессы взаимодействия с бессознательным. Это и когнитивные процессы, и работа с воспоминаниями, и переструктуризация. Там очень много всего. Ну вот, например, очень ярко проявляется у экспертов настоящих, у профессионалов профессиональная интуиция. Ну вот заходит человек, гастроэнтеролог, а он уже знает. Знает, что там есть. Вот и остальное. Теперь, по очень хорошей исследовании, тоже появились качественные видео. На канале, вот я сейчас на канале публикую то, что новенькое. Заходите, и там есть ссылки по поводу различных аспектов, именно современных. Смотрите, статистика, великая вещь, очень четко доказала, это измеримые результаты, основа научного мировоззрения, что все-таки рациональный просчет, Ренат, рациональный просчет, расчет, четко все, он гораздо эффективнее, чем интуитивные процессы. Там, видите, еще их перевести необходимо в вербальную форму, в логическую. Мне очень нравится высказывание пастера, озарение. Вот эти все штуки приходят подготовленные, мозг, подготовленное сознание. Еще Анна Ахматова говорила, я не очень доверяю стихам, которые приходят ко мне во сне. Вот так вот. Вероника, очень приятно. Так, итак, нам необходимо объединение вот этих осознаваемых и бессознательных структур, способы их, способы их предъявления в вербальном, логическом, оформленном, оформленном виде. И вот сейчас очень востребованы как раз формы не только полиморфные, но полиформатные Оксана Силантьева, как раз множественные форматы, которые ты можешь комбинировать по продуктовому принципу. Это я восхищаюсь вашей деятельностью, Оксана. И вот вы понимаете, вот это вот продукт, когда ты, не в смысле то, что продать, а в смысле то, что ты делаешь, что ты сделал конкретно, реально. Ленина вспомнила практика критерий истины, ну ладно. Так, мультизадачность, об этом тоже будем говорить. А на самом деле мультизадачность это норма. Я не раз говорила, послушайте в других вебинарах моих. Вот, смотрите, это обязательно и сейчас это качество востребовано как никогда. То есть вам, как преподавателям, педагогам, любым людям, которые работают с информацией, необходимо сознательно переключать себя и учащихся на разные формы, форматы и все остальное. И вот сейчас мы не зря очень многие увлечены идеями стоицизма. Вы знаете, потому что самодисциплина, самообучение и саморефлективные вот такие метакогнитивные навыки, они обязательны. Они не обязательны. Так, дальше. Да, просто живем давно и наконец созрели, нас увидели. Вот, Анастасия. Итак, я не буду повторяться. Вот я специально для вас выбрала вот тут стратегия Леонардо да Винчи. Потренируйтесь, посмотрите, реально прочувствуйте это все. здесь в большей степени мы достаточно много говорим о кристаллической модели памяти в прежнем ее варианте, о стратегии Тесла, обо всем остальном. Новое я печатаю здесь. Те, кто подписан интеллект и креатив, там у меня сейчас видео для, собрание видео для книги. Ну, и вот, вот здесь, и вот здесь. Дальше. То есть я на этом не буду останавливаться. В конце презентации у меня есть определенные там слайды и все остальное. вы поинтересуйтесь. Давайте займемся актуальным, новым и нужным. Вот. Итак, нейрофизиологическая база. Вот сейчас о развитии глубинных нейронных сетей начали говорить. те, те, кто у меня занимался, те знают, я вот здесь вот стараюсь найти интуицию и связь с информацией и зоны, которые отвечают за прогнозирование. Это лобные зоны. Вот. А здесь красота, красота мозга, рабочая стрелочка, рабочая ссылка. И вот развитие и глубинных нейронных сетей стало немного более актуальным и осознаваемым. Посмотрите, пожалуйста, вот моя радость. Так. Ага. Вот. До гиппокампа добрались. Вот там, где структурируется память, там, где основные предпочтения и ценности, и культуральные есть, и этические, и эстетические. Вот здесь все делается. Смотрите, какие волны. И точно так же, как здесь, разным цветом и огромное разнообразие цветов у ведущих нейронов, понимаете, вот точно так же все происходит в нашей голове, в коре головного мозга. Так. Итак, а вот здесь немножечко больше. Скажите, мое видео не заслоняет текст? Ай. Так. Нет. О, фу. смотрите, вот сейчас, как раз сейчас произошло вот что. Вот сейчас подтверждается теория о мозговой деятельности человека с помощью системы жестких и гибких звеньев. Вам ничего это не напоминает? Жесткие навыки и гибкие навыки. вот оно, вот оно, спасибо вам. Как видно только стрелку? А, а текст? Так, хорошо. А дальше, вот сейчас, жесткие, гибкие звенья, это стереотипы мозга. Без стереотипов, без обучения, без твердо усвоенных жестких навыков ничего не будет. Мы говорим, развивайте креативность, развиваем интеллект. На чем мы будем развивать? Вот вы знаете, даже вот ребенку четырехлетнему вышить грибок крестиком, это, знаете, какое развитие когнитивных и мета когнитивных стратегий, целый букет настоящий. Написать, научиться писать рукой. Я не беру каллиграфию, это уже дальше, но вот это, и это автоматическими навыками потом становится. И мы больше об этом не думаем. Это огромная свобода и преимущество. Когда мы говорим о мета когнитивных навыках, то есть навыках осознавания, как я это понимаю, как я это запоминаю, как я выбираю вид информации для меня важный, вообще, как я познаю мир. Собственные стратегии когнитивные, если ты осознаешь, это у нас очень много исследований в классике, еще начало 20 века. И Выгодский, и все остальное почитайте. Зинченко саморефлексия, она естественным образом приводит к новому уровню осознания. И когда ты понял и сформулировал собственные стратегии, познавательные стратегии, восприятие, стратегии памяти, быстрого чтения и еще всякое такое, ты уже знаешь, что с этим делать, правильно? То есть тебе это не может присниться во сне, но немножко иначе. Только потому, что ты, почему Ахматовой снили стихи, Менделееву таблицы, это то, с чем мы работаем, и то, что мы во сне дорабатываем, но там целая большая тема. Сейчас мне надо активизироваться, очень много хочется сказать. Смотрите, свойств открытием, вот это важно, открытием признано выявленное Бехтерево, свойства нейроны, подкорковых образований, подкорковых образований головного мозга человека реагировать на смысловое содержание речи. Уже перестало быть актуально, перестало быть актуальным вот этот демотиватор. Жизнь отымела смысл. Вы знаете, вот человек это существо, которое структурирует хаос. Он структурирует как только может, из чего только может, точнее из собственной нейронной сети, из собственных предпочтений, ассоциаций. И вот отсюда апофения, есть смысловая апофения. Апофения это, ну вот, когда мы опознаем, как знакомый объект, там лицо на Марсе, неважно, вот эти все штуки, но есть и смысловая апофения. Отсюда у нас теория заговора, ну, все, что угодно подставить нужно. Значит, ссылочка рабочая, все видео Бехтеревы. Дальше. А вот теперь вдумайся. Вдумаемся. У нас сейчас период, когда стоит вернуться к истокам. Тоже очень интересные последние исследования и радио Арзамас целый бесплатный курс профессора МГУ, по-моему, МГУ, транслирует о культуре как основе экономического развития, как стимуля экономического развития. Представляете? Более того, вот смотрите, вот культура с точки зрения, у меня же в первую очередь нейрофизиология, это уже в других видео есть, потом посмотрите. Специалисты очень серьезные, очень крупные, говорят о том, что да, у нас сейчас генетически достаточно сформирован мозг, он больше не растет и уже очень долго, и сейчас не столько генетические факторы влияют, вот задумайтесь, сколько в этом степени свободы, сколько культурные факторы, культуральные, все остальное, вот то, что создает настоящую культуру, а теперь я вам очень рекомендую заниматься тем, что вы исследуете именно этимологию слова, например, дисциплина, страшный зверь, хотя я и говорю, что дисциплина важнее мотивации, вы знаете, я повторюсь для тех, кто не слышал, но мой любимый пример по поводу принципа помодора, который я критикую нещадно и вообще это нельзя это делать и все остальное и о работе на длинных дистанциях, о которых говорит дура, ну и прочее, вот смотрите, хирург нужно делать то, от чего у тебя дзынька, да, если ты артист и все остальное, вот, хирург тяжелейшая операция, а у нас принцип помодора или у нас ой, как мне нравится резать, ой, ой, какая ткань испачкать, ой, нет, нет, я отвлеклась, это бывает часто, на маленьких дистанциях, смотрите, то есть мы изучаем именно этимологию слова, интеллектус, все есть, и ощущения, сенсорный интеллект надо включать, и восприятие, и разумение, и познание, и понятие, и смысл, и значение, это куда мы идем, именно приставка ин, куда мы идем, но вот обратите внимание, то, что появилось во время наших изоляций, всего остального, земля, земной шар, тело, это божество, вот наше тело, наши нейронные сети, наше богатство реала, ничего нет круче реала, как говорил мой ученик, да, это реальность, это награда, оценили, чувствовать, это награда, цветы, словно видишь впервые, вот, а еще смотрите, ценностных сколько составляющих, избранный, изысканный, отборный, превосходный, благородный, великолепный, как мне нравится, и понимание, истолкование смысла, вот это всего лишь этимология слова интеллект, а дисциплина это ученичество, это ученик, это накопление знания, это приверженность знаниям, представляете, вот так вот, так, концентрация внимания, это я сразу, поскольку вот дура говорил, я обожаю эту фразу, способность концентрации, на длинных дистанциях сверну, это потом почитайте, концентрация и простота, почему простота, потому что простота это тяжело, это по-настоящему, серьезно, так, хорошо, дальше, управление концентрацией, смотрите, что иногда наблюдается в современных методических разработках, особенно, когда мы используем геймификацию, ну, то, что полиформаты нужны, то, что они должны по контексту подбираться, это все понятно, но как мы будем повышать уровень сложности, доводя ее до гениальной простоты, для того, чтобы происходило развитие, нам нужна сложность, вы знаете, вот, чтобы создавать структуры, нужно иметь достаточно хаоса, понимаете, из чего это все делать будем, и вот здесь, вот на курсе я подробно, конечно, коснусь, там и кривая бандура, и стили обучения, и какие уровни поддержки учащихся, их минимум восемь, вот, на каждом этапе обучения необходимы, ну, вот здесь, когда в сложном задании человек готов сдаться, вот тут должны стоять и стоим мы, и стоят ценности культуры, ценности эстетики, то, что может казаться бесполезным, но оно захватывает по-настоящему, самый лучший, вдохновивший меня итог, результат последнего научного открытия по изучению мозга, активности мозга, вы представьте себе, мои дорогие, это целая группа ученых, сейчас не буду время отнимать суть, суть этого эксперимента, когда им стало интересно, когда при обращении к каким объектам, к каким ценностям, вызывающим определенные чувства высокого уровня, мозг работает, ну, на все сто процентов, назовем так, когда он наиболее активен, и вы знаете, они получили эту ситуацию, там мозг, он горит, весь, и гипоталамус, и мозжечок, и все полушарии, все доли, и лобная доля во могущественной, все горит, вы знаете, когда это возникает, когда человек испытывает чувство благоговения, наблюдая красоту мира, человека, поступка, фраза, неважно, это именно, это не восхищение, это не вдохновение, чувствуете разницу, это благоговение, и вот тогда мозг начинает светиться, вот оно, вот так вот. Вот сейчас один из моих самых любимых аргументов, когда мы противопоставляем искусственные интеллекты, его инструменты, как там это, чума заиграть не может было, пьесе о неоконченном пианином, еще что, пианино, еще что-то посмотрите, мои дорогие. Этот портрет победил в конкурсе самые красивые глаза в истории искусства. Он приписывался Бугро вполне известному сентиментальному художнику. Вот, он побил все, он побил Леонардо, всех, 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 вообще всех. Представляете, а это произведение цифрового искусства. Это наш современник, вон, можете проверить, это наш современник методом мягкого соединения создал общий портрет. Вот скажите мне, пожалуйста, она вам нравится? Вы доверяете ей? да, во всяком случае, это, здесь очень много всего. Этим глазам действительно веришь. Это любовь, это мягкость. дина, вы не доверяете некоторому выражению, да, или еще что-то такое. И вот смотрите, это современное, интереснейшее произведение искусства, а инструменты, инструменты, подозрительный взгляд. Инструменты. Если ты относишься и к искусственному интеллекту, к его инструментам, ко всему остальному, вот если ты относишься с уважением мастера, тогда ты облагораживаешь эти инструменты. Хорошо, поехали дальше. Так, кристаллическая модель сбора информации, это тогда когда мы берем только осевые какие-то мощные, сильные грани, очень значимые для нас и очень значимые в культуральном, в эстетическом, в философском отношении, во всех остальных мировоззренческих моментах. У нас сейчас все упирается в мировоззрение, вот вы знаете, в Фейсбуке было очень интересно, когда коллеги, друзья, люди поступали, их дети поступали в институт, все продвинутые родители, я не понимаю, мой поступил, но он почему-то выбрал философию и поступил в МГУ, он правильно выбрал, да, Анастасия, а мой поступил на религио-видение, я в шоке, правильно поступил, и так далее, и так далее. Нужны мировоззренческие, сильные, да, дети, Анастасия, дети больше чувствуют будущее, они более алертные, открытые, они создают будущее, им нужно знать, на основе каких кристаллов граней создается это будущее, и чтобы это был не кусок избитого кирпича, а чтобы это было настоящее. Так, вот мы не просто в целое в грань, собираем, сейчас я немножечко пролесну, хочу, вот оставила этот слайд только по одной причине, я хочу напомнить, что работают дальше, будут работать, когда вы выбрали основные мировоззренческие направления, которые вы будете изучать глубоко, начиная с их истории, с их роли, например, в истории цивилизации и все остальное, дальше вам не нужно будет делать усилий, знания на вот этот вот каркас будут докапливаться сами, вот просто сами, раз, раз, со всех сторон, о, ты изучаешь, сейчас о себе немножко скажу, иерархии, смысловые иерархии, смысловые системы, например, в образовании, и тут мелькает, пожалуйста, Маргарет Тэтчер, которую я еще в институте уважала за то, что она категорически отказалась перестать финансировать, перевести на уровень обычных социальных школ, элитные школы, она сказала, должен быть эталон, к чему стремиться, не понижать уровень до уровня непонятного, непонятной формулировки обыкновенного человека, я вот не знаю обыкновенных людей, а вы, или как тоже писали, меня считали ненормальной, ненормальной это не значит, нет нормы, это не ненормальной, а необыкновенной, и каждый необыкновенный, и как в мире одного и того же, одно и то же вещество растет разной формой кристаллов, да, кристаллы его имеют разную форму, туча, также и наши знания, так, и вот смотрите, сегодня как раз исполняется вообще знаменательный день, сегодня два года, как я наконец-то, те, кто знают меня по фейсбуку, попало аббатство подмонт, вот эта вот библиотека сакральная, монастырская, где-то на отшибе, а пять лет назад я первый раз была в Санта-Мария де-Нобелла во Флоренции, это то место, где учились, ну, практически все гении эпохи Леонардо и Леонардо тоже, и вы знаете, меня поразило, а сейчас опять напомнила, вот мы, да, нужно вернуться, вот смотрите, вот сейчас, когда мы думаем, куда идти образованию, дело не в том, как, дело в том, куда, какова цель, проект у нас какой, и вот смотрите, оказалось, вот сейчас я к этому вернулась, что с точки зрения работы мозга, нейрофизиологии, очень важно первичное образование, тривиум, пожалуйста, грамматика, это что? Это умение с помощью структур определенного языка создавать, понимать и создавать смысловые конструкции, именно о смысле речи, не только о значениях слов, понятия и все остальное, дальше необходима риторика, ну или логика, оно все, все три, это база, вот когда мы говорим о кристаллическом, о кристаллической модели, мы можем отталкиваться вот от знаний древних, риторика, риторика, это не просто умение говорить, это не только коммуникативный интеллект, эмоциональный интеллект, как задействованы зеркальные нейроны, эмпатия, что это такое, это работа вот этих непрерывных взаимодействий, без зеркальных нейронов не существует вообще обучения, а тут ты тренируешь с помощью диалогов, меня поразило недавно, я перечитывала Марка Аврелия и соответственно там о нем, смотрите, мальчик в 10 лет его домашнее задание было, он сперва готовил диалоги для того, чтобы обосновать какую-то точку зрения, дальше необходимо противоречить логика ей, противоположную точку зрения в форме диалога в 10 лет, с 8 до 10 лет, вы представляете? А затем, а затем он в обязательном порядке, ну не только он, все учащиеся, в обязательном порядке в реальности проводили эти диспуты, назовем это диспутом, хорошо, эти диалоги, они вместе думали. Сейчас, слава Богу, вот нам, дорогие коллеги, преподаватели, Zoom предоставляет возможность создания отдельных комнат, где можно в микрогруппах во время занятия встретиться, обговорить, подумать друг об друге, как я люблю. Вот здесь квадриум, квадриум музыка обязательно, и вот я бы музыку, вот вы знаете, я бы музыку в обязательном порядке вложила в первичное, в начальное образование, потому что, ну уже доказано, мозг музыкантов, он обладает объемной, мощной памятью. эзотерическая сущность музыки и пути проникновения в нее, статья Григорьева и так далее, это опыт музыкантов, они помнят эмоциональный рисунок, эмоциональный символ всего произведения, вот вам эмоциональный интеллект, они помнят целиком произведение, целиком, и каждое свое телесное и движение, и обратная связь, аудио, и все остальное, все это одновременно, вы думаете, они нот не знают, когда играют огромный концерт, большой концерт, или поют реквием Моцарта, самую жизнеутверждающую, музыкальную, на мой взгляд, вот такую, гениальную, гениальный шедевр, в общем, отдельная благодарность Анастасии за Пяртой, ох, это вообще великолепно, и вот смотрите, вот музыка, дети, как тянутся к музыке, она синхронизирует все структуры коры головного мозга, музыка, более того, а как нам развивать, постарайтесь развить эмпатию, оказывается, что во время исполнения музыкального произведения, и это исследовали как раз во время изоляции, там, скажем так, через три кресла посадили, посадили слушатели, а вот тут исполнители тоже по полтора метра, синхронизируются, волновые ритмы, участки активности коры головного мозга в обязательном порядке, исполнителя и слушателя, вот оно, вот вам истоки шаманских плясок, всего, чего угодно, это синхронизация, и это необходимо, еще заметили, наверное, что аудиальный канал стал еще более и более значим, музыка, когда ты включаешь музыку, ты включаешь центры, отвечающие за синхронизацию с группой, то есть это не только твое восприятие будет, это будет восприятие всех сразу, если каждый, если вы вот там помните, не буду время, вот, не буду перескакивать, вот там сердечко я специально нарисовала, вот когда сложно, когда все, когда человек говорит, ну не мое, ну не зашло, ну вот, и вот тут ты включаешь музыку, мне очень понравилось, Армен Петросян, это такой, ой, Захарян, это такой литературовед, который говорит, как будто бы играет на словесном инструменте, и когда у него фоном звучал мандригал, короля Генриха Восьмого, очень интересный, который по совместительству был королем, я нашла портрет Генриха Восьмого, восемнадцать лет, это мальчик, юноша, очень интересный, очень все, какие мандригалы он писал, какую музыку, и, ну да, вот пришлось быть королем, а что делать, вот, а вот здесь, то есть музыку пораньше, а вот здесь, смотрите, это основа, ой, музыка всему помогает, это точно, вот здесь астрономия, геометрия, арифметика, арифметика, как теория чисел, вот в Эйдлинге, Платоновы, Пифагоровы, значения формы и все остальное, смотрите, это то, что можно исчислить и убедиться, то есть, если здесь ты учишься думать, здесь ты учишься обосновывать, отделима ли душа от тела, обоснуй, вот так и здесь, вот так, а что я еще хотела сказать, вот здесь, да, эмоции могут, они такие, а мы, как педагоги, мы выбираем эту эмоцию, вот Нина, эмоция, она первична, как об одном музыканте, очень известном, говорили это, Рихтер говорил, слишком совершенно, слишком вылизана, это не важно, какая мелодия, я никогда не забуду, как преподаватель, Андрей, фамилию не помню, моей дочери по скрипке, она его и так, и сяк, мучила, говорю, и он взял, взбесился, и сыграл гамму, вы знаете, какая это была гамма, я бы слушала и слушала, всего лишь гамма, но она была полна эмоций и вдохновения, а если у нас нет, тем более, эмоций, или мы хотим ее усилить, вот тогда мы включаем музыку, я заметила, как мало музыки бывает у многих методистов, вот особенно там, где интерес для сложного падает, да, и что я хотела сказать, вот этот опыт, вот если музыку, вот я бы туда, ну вот я настаиваю, вот туда передвинуть, импровизация, вот мозг импровизатора, музыка, стихотворение, неважно что, песня, вы знаете, это совершеннейший инструмент, абсолютно совершенный, ладно, импровизация отдельно, вот, да, они на очень трудные, закрытые, детей, да, дети это все правильно понимают, сейчас 56, вот, вот, а это моя как раз фотография, Фома Аквинский, и все остальное, посмотрите, вот так учились дети в эпоху возрождения и конца средневековья, вот, пожалуйста, первая система ценностей, кстати, вот там и на предыдущем слайде, работающая стрелочка, там Резкина расшифровка, все, всех вот этих значений, фигур, вот, и ссылки на видео оттуда, и все остальное, моих, вот смотрите, это любовь, вера и надежда, вот не так, вот без любви ничего не можешь сделать, помните, мое, те, кто меня знает, любимое высказывание, труд это любовь, которая стала зримой, вот оно, ну и дальше, дальше и евангелисты, и учителя, и вот смотрите, здесь виднее, конечно, но очень, сейчас я перелистну, но очень интересная атмосфера, вот эти представители различных наук, которые достигли определенных, серьезных, тысячелетних, я бы сказала, иногда даже, как тот же Аристотель, или Эвклид, результатов, они себя очень свободно ведут, они тут беседуют, понимаете, очень так это, свободно беседуют, мне очень нравится, а вот сверху, обязательно их покровители, то есть добродетели, мне очень нравится, мне очень нравится, вот у Фомы Аквинского, у него память отнесена, это искусство памяти, с одной стороны, а с другой стороны, это добродетель, вы понимаете, то есть ухаживать за своей памятью, это быть добродетельным, без этой добродетели, ну как, ты не можешь вообще функционировать, вот тут немножечко виднее, как они там, ну не совсем, но в общем, если рассмотреть, это все, это активный обмен мнениями, это создание общего видения, интервидения, то, что сейчас в этих мягких, в методиках развития, мягких звеньев называют коммуникативным интеллектом, ну и так далее, хотя коммуникативный интеллект, это другое, мне кажется, а вот Анастасия, не могла устоять, смотрите, когда мы в наше вот нынешнее время учимся создавать вот эту основу собственного мировоззрения на основе вот каких-то базовых, серьезных и интересных лично для нас и для всей культуры ценностей, очень важен принцип элегантной достаточности, это моя любимая скульптура, здесь рабочая ссылка, пожалуйста, заходите, здесь есть именно элегантная достаточность, ах, 13.00, так, хорошо, теперь, а, Анастасия, какое выражение, внутренне выпрямляется интеллект, посмотрите в чате, как Анастасия сказала, это великолепно, выпрямляется интеллект, точно так же, как тот и находится, и вот смотрите, в наших современных условиях мы говорили о телесности, о сенсорности, и о проверке, о том, что, как я всегда говорю вслед за одним моим тренером, обратная связь, это мой завтрак чемпиона, посмотрите, здесь, но здесь вот будет, здесь вот будет, смотрите, так, что-то, а, ну вот начало, да, ох, вот, будет трогать, круглый камешек, посмотрите, создание баланса, это наше дело, создать баланс из тех форм, которые нам предложены, вот этот энтузиаст, удивительный человек, Майкл Граф, который по всему миру строит вот эти шедевры баланса, назовем так, каменного баланса, посмотрите, вот, есть такой камень, вот есть такой, 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 вот вам и креативное мышление, но не просто креативное, оно должно стоять, и оно должно стоять, и в любых условиях, у него на сайте, вот, стрелочка, вот это она ведет к нему на сайт, если вы найдете, это, по-моему, в Соединенных Штатах он делал, у него там целый график, как себя ведут, остаются ли в балансе в декабре вот эти, вот эти структуры, а вот проверка гравитационного баланса, это шедевр, Роман, я думаю, ты видел, вот тебе понравилось, вот, когда он построил, все стоит, остав, там столько соединений, там все стоит, и он начинает лить воду, смотреть, когда это разрушится, вы знаете, он не испытывает отрицательных эмоций, он занимается развитием своих метакогнитивных навыков, он изучает параметры и свойства, ну да, теперь ясно, здесь переход на Фейсбук, состояние, да, и мы говорили о теле, о развитии сенсорики, о развитии точности, напрасно, по забытам для мальчиков, как раньше было на труде, и вышивании крестиком, каллиграфии, о мощных силах, попробуйте сложить из камней, там нужно состояние, сейчас немножечко, а, чувствуется, что в произведении вложено много сил, усилий и терпения, терпение возможно, но силы, я бы не сказала, и усилий тоже, это тренировка вот этой точности, это, знаете, это как подкрадываешься, мне одна ученица рассказывала, это состояние, когда они в детстве, там, в Приморье ловили стрекоз, нужно притаиться, вот там, среди камышей, среди всего, самому стать камышом, дышать, как камыш, мне очень понравилось, и тогда прилетает стрекоза, и тебе нужно очень мягко протянуть руку, чтобы она даже не почувствовала, то есть, посмотрите, вот это и есть важнейшая внутренняя стратегия точности, продуктивности, эффективности, и вот это, ужас этот, это мощные стратегии, вот состояние, вот попробуй, сделай это и не побудь в спокойном, точном, безупречно точном, включенном, концентрированном состоянии и в состоянии качественной, качественного анализа свойств себя и предмета, вот где эмпатия к самому себе, если ты дёрнешь, если ты дёрнешь рукой, изнутри целостно, да, Анастасия, да, да, слушайте, как красиво, так, это я опять смысловое содержание речи, качественные, а это допомнить, и дальше, смотрите, у нас уже всё есть, всё абсолютно у нас есть в нашем опыте, иначе мы бы этого не захотели, мы не можем захотеть того, о чём мы не знаем, вот, о, роман, да, вот роман пишет, роман собирал камни, в смысле, вот эти структуры, структуры сбалансированные, у нас в группе можете у него поспрашивать, и смотрите, у нас всё это записано в наших нейронных сетях, начиная от зародышевого периода и дальше, все эти импринты, все знания, всё остальное, и вот смотрите, если вам нужно, чтобы польза была уже сразу, если вам нужно прямо сейчас забыть о температуре, как у меня один был тренер, коллега, знакомый, 39, и делать что-то на максимально высокой ноте, полифонично, быстро, точно, ты сознательно формулируешь для себя вот эту цель, что все твои системы готовы, заметьте, когда есть готовность всех систем, никаких лишних импульсов нейронных не допускается, расслабление лучшее состояние, будем учиться у тех же кошек, ничего лишнего, и мы вспоминаем три события состояния, в которых ты переживал интеллектуальный подъем, для меня это была красота взятого интеграла, это вообще это самый счастливый мой день рождения, потом ты там додумался до чего-то в детстве, вот ты вдруг понял, причем если ты понял, это не совсем важно, позитивную эмоцию испытывал, или то, что условно можно назвать негативной, просто она так окрашена, а так это только опыт, ну ты что-то понял, вот функции графики, я увидела, как они движутся, все, ну естественно, они там не двигались на бумаге, они двигались в моей голове, это вот все, я поняла, вот, и вот три события, состояние, и вы записываете их и перепроживаете, желательно перепроживать от самых младенческих времен, вот сколько вы помните, для меня это было, например, переживание, когда я сама смогла дойти до калитки, открывающуюся в огромное, к огромному лесу, полю, вот ты открываешь небо и поле, о, я никогда этот момент не забуду, но это было пробуждение такое, интеллекта многомерно, потом еще, потом еще, какое-то решение, которое вы приняли, и вот на пике переживания установите себе якорь, можно, вообще-то классический якорь ставится на кости, чтобы было немножко даже больно, потому что на кости, на поверхности кости очень много нейронов, болевых рецепторов, там все такое, это да, чуть-чуть вот так вот, не неприятно, но запоминающийся, вот, или движение некоторые рекомендуют, вы знаете, движение я не рекомендую, или жест определенный, у вас потом может быть навязчивое движение, на всех конференциях, после того, как я, меня коллеги переучивали, вот, вы знаете, какой это у меня якорь, это якорь абсолютно точного, хорошего, четкого взаимодействия с группой, или тогда, когда я вещаю что-то на конференции, это собранность, вот так, делаете, а потом можно в тех условиях, когда вам, ну, не хочется, не хочется, а ведь мы тоже сродни хирургу во время серьезной операции, ты можешь чувствовать себя как угодно, но тебе необходимо это состояние, можно, если ты зарылся в каких-то интеллектуальных дебрях, или в словесах, и ты, ну, не важно, примеры не буду, каждый зарывается в своем, у каждого свой, любимый уровень сложности, и вот тогда вы делаете интеллектуальное задание, ну, больше 20 минут, больше первого нейронного цикла, и обязательно фиксируете результат, вот сейчас время дневников, время саморефлексии, пишите, там вот, попозже скажу, пишите, записывайте, вы увидите личные циклы, личные интересные закономерности, вот все, значит, помощь мозгу, полезные практики, да, можно переходить, все работает, гормональная поддержка, потом посмотрите, не меньше года, Анастасия, вы правы, дневники надо вести, надо вести все время, все время, и вот тогда ты увидишь, постоянно, это, это было вообще принято, вы знаете, мы сейчас и в соцсетях, можно сказать, ведем дневник, я, например, очень благодарна опции о воспоминании в Фейсбуке, я просыпаюсь, думаю, боже мой, а ведь где-то осень, птицы летят на юг, а тут тропики, шторм, жара, Фейсбук говорит, вот, и пять лет назад, и семь лет назад, тебя в этот, прямо в этот день, тебя тянуло на юг, вместе с Чеховым, вместе с клином журавлей, там, ну да, вот как, вот так, так что просто предупредительность вот такая, ты знаешь, ты готовишься, вы потом сами это посмотрите, я теперь в силу разных облегчений, вот для вас, я везде указываю и такие ссылки, чтобы можно было скопировать, вот тут подлунную сонату, дофамин, к нашему мозгу движется, и я хочу сказать буквально несколько слов по поводу того, что вот этот вот знаменательный дофамин, позволяющий нас, нам мотивировать, и детям, и всем-всем мотивировать себя самостоятельно, он возникает как интерес к новому, к незавершенному, к неизвестному результату, вот 20 сентября день странника был, день странника, это тогда, когда Магеллан поплыл в неизвестность, кругосветная, не кругосветная, когда я, он не знал, он просто плыть в неизвестность, открывать дальние страны, как мы с детьми в детстве их говорили, я была на Филиппинах, я увидела этот крест Магеллана, и вот эти облака, отражающиеся в море, это необыкновенно, это, ночью туманность Магелланова облака, вообще, так, все, дофамин, значит, дофамин, это предвкушение, обучение идет хорошо, качественно, именно тогда, когда есть предвкушение, работоспособность выше на порядок, вот честно, и все остальное, так что нужно делать сразу, съедать лягушку, не, ну, если по-французски, там, всякое такое, я имею в виду, а вот эта вот проповедь, для кого-то она действует, мои дорогие, для кого-то важно сделать сейчас самое трудное, потом сказать, какой ты молодец, ну, а теперь вкусненько, ну, вот дети, или мы сами, если нам сложно сердечко вспоминать, сперва дофамин, сперва награда, сделайте что-то, или посмотрите что-то, вас вдохновляющее, или студентам, школьникам, своим детям, неважно кому, включите что-то такое, ух, именно вдохновляющее, красивое, так, дофамин, вот, удивительно, как практика, обожаю это, это микромет, это королевское фотографическое научное общество, это вот у нас, пожалуйста, витаминчик, цепарь, эфедрина, а водоросли, ну, я убрала все остальное, оп, сейчас, библиотеки ценных стимулов, то, о чем я говорила и на первом вебинаре, на втором, вы послушайте, мои дорогие, послушайте, ссылки у вас есть, ну, ты собираешь себе именно библиотеку вот этих стимулов, а сейчас у меня Инстаграм, и, видимо, наконец-то, и Фейсбук, это больше, раньше оно у меня было библиотекой впечатлений, почему так много повторов и старого, нет, сейчас это библиотека смысла, библиотека дум и вдохновений, вот так вот, сейчас, три года побыла этим, вот, так, управление фокусом внимания я вам здесь оставила, потому что, посмотрите, обратите внимание, здесь есть прямая ссылка на иллюзии, а те, кто у меня занимался, можно попрактиковаться, дело в том, что наш мозг, это развитие лобной доли, это уже, ребята, подробнее на курсе, это огромная тема и огромные практики, вот, смотрите, управлять мы можем, причем легко, причем вот вы там писали, а это не сложно, для этого не надо делать усилий, напряжение или еще, так, стоять, вот скажите, вот, и остановите, вон оно, стоит, у вас стоит, ну, хорошо, те, кто присутствует, будет презентация, мне вот это больше всех, да, Роман, вот смотрите, вот у нас розовенькие, точечки, пятнышки точнее, так, ребята, Татьяна, а сейчас зелененькие, зелененькие, пускай появятся, есть? вот они, вот, зелененькие, а высший пилотаж, это тогда, когда ты приказываешь, смотришь, да, если на крестик смотришь, всем исчезнуть, все, и розовым, которые вон они реальны, и зеленым виртуальным, по принципу, так, всем спасибо, все свободны, только на крестике серый фон появится, ага, да, пусть, вот, это неправда, я очень уважаю Черниговскую, как популяризатора науки, сейчас у нее интересные стали появляться встречи, кстати, качественные, у нее самое ценное, она умеет задавать нужные вопросы, понимаете, интересные вопросы, на крестик Нина смотрите, и у вас должно быть четкое намерение, все, вот, и она начала задавать эти вопросы в интервью, разным интересным людям, ученым, вот это да, и вот когда мы начинаем собирать вот эти сведения отовсюду, собираем свой кристалл знаний, когда у нас ковергентность вот различных наук, когда нам необходим энциклопедизм, нам нужна философия, потому что нам нужно мировоззрение, ох, так, все, у кого не слушаются розовенькие, а что случилось, да, вот у меня тоже интересно, все, у кого не слушаются розовенькие, дома, на большом экране, спокойно, всем стоять, всем все свободны, да, широкий, широкий взгляд, и все остальное, это управление концентрацией, вот я с удовольствием заметила, да, они бегают, а вы смотрите на крестик, видите, все исчезли, все, смотрите, вот сейчас, по приказу, по приказу, причем мгновенно, раньше считалось, иллюзия была такая, научная, ограничивающая убеждение, с обоснованными ссылками, научные исследования, что человек может видеть только пальцы, или пространство между пальцами, только одну фигуру, что его восприятие, скажите, кто видит одновременно и профили, и вазу? Вон оно, а вот про пальцы вообще не проходит, вон я вижу себя в отражении, там в зеркале, вот, а иллюзии есть, так, вот поинтереснее, одна из иллюзий, которая победила, во всемирном конкурсе, поцелуй, можно видеть профили, поцелуй, смотрите, мерцающие восприятия, а потом ты немножечко скашиваешь глаза, и ты видишь одновременно, я обожаю, я обожаю вот эту инсталляцию иллюзии, назовем ее так, за подчеркивание опоры реала, то, о чем я вам говорила, ничего нет круче реала, о, вот ты, это у тебя, как интеллект, телус, помните? Телус, опора, вот, и вот по поводу опоры, 13.22, буквально одна минута лишняя, смотрите, те, кто будет в свое время во Владимирской области, посмотрите еще раз на покров, на церковь Покрова на Нерли, это удивительное чудо, это так, как возникали наши цивилизации, вот смотрите, Междуречи, Египет и все такое, когда произошел вот этот прорыв, и люди письменности, все остальное изобретают, тогда, когда возникают высокие строения иерархичные, позднее названные храмами, то есть это вот нечто, меняющее перспективу, вот Междуречи, плоско, болото, глина, месим, едим, не знаю что, и вдруг возникает вот это, то, что на горизонте, или ты, ну, неважно, и ты видишь это иначе, а если ты туда поднимаешься, ты вообще все видишь, это высота, это свет, который не заменишь блеском, как говорил, чистый ртом, то же самое в других цивилизациях, это градообразующее, а у нас Андрей Боголюбский, больше сорока лет, около сорока лет, он оставляет, ему ничего не светит, в Киеве, он не будет драться за власть, он оставляет это и уходит, как Магеллан, открывать дальние страны, вы должны Александру видеть одновременно или мерцающе одно лицо или поцелуй, вот, и вот он кочует туда вместе со своим, Владимирский собор, собор во Владимире, Успенский собор, Боголюбова, покрова на норле, получится, вы то одно, то второе, вон поцелуй, вон профиль и все остальное, вы знаете, он начинал всегда строить с храма, и вот, вот строится храм, это мгновенно, простраивание, скажем так, иерархии и все остальное, вокруг этого, вокруг мастеров до высшего уровня, высшего уровня, начинает кристаллизоваться, как вокруг от трактора, не только мировоззренческая, социальная структура в разных аспектах, ну, надо же, кому-то надо кормить этих мастеров, кому-то необходимо одевать их или строить дома для обычных, все есть, оно само начинает формироваться, я вот хочу закончить, да, вот, ну, никак не получается, Флоренция, там невозможно быть, там невозможно сделать что-то некачественное, там тебя окружает это повсюду, вот вообще повсюду, это очень качественно сделано, и вот смотрите, это как метафора определенная, сейчас осталось только вот сама эта церковь, этот храм покрова на Нерли, некоторые не замечают, там внизу есть символические всевозможные животные, единственный храм, у которого прям такое обрамление, он очень высок, он настолько высок, что фотографии не отражают, я сама пыталась сфотографировать, это можно сфотографировать на заповедном поле, когда ты подползаешь из живота, фотографируешь, и тогда вот кажется, что нижняя часть гораздо выше, нет, там золотое сечение, и вот огромный высокий храм, раньше это был золотой купол, точнее, это была медь, привозная, иранская, медь с золотом, чтобы уж сильно сияла, корона, голова, а вот на каждом из углов покрова на Нерли, вот такие лапы Грифона, крепко вгрызающиеся в землю, держащиеся за нее, да, реальность это подарок, вот, так, увидел, не увидел, значит, я вам тут, для тех, кто не был на прошлых вебинарах, я вам такие слайды, которые передают определенные техники, сделала стратегия Леонарда, вон, можете целиком посмотреть, там, 10 минут, как это, что это, я просто поняла, что ведь предыдущие вебинары вы посмотрите только в записи, а ссылки будут нерабочими, вот они схемы сейчас про курс, сейчас, 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 вот они схемы, которые всем пригождаются, и отдельно, отдельно практика дверь, выход, я прошу вас, вы спокойного сделайте это сами, вот великолепно, так, ага, это для тех, кто любит вот эти вот штучки, это и кристаллы, это по стратегии Леонарда, посмотрите, это прекраснейший интерактив, который делает, вот Павел Юрьевич, я вас люблю, интерактивные представления, для того, чтобы вы прочувствовали, что такое смысловая память, самый прочный вид памяти, о котором говорил, еще далекий, почти 200 лет назад, не, ну не 200, а Пиаже, так, а, а вот это вот тоже, один из моих любимых, я не могла его выбросить, он не хотел уходить, это нейроны, которые, нейрон, который регенерировался, смотрите, какой молоденький, красивенький, это то, что произошло с нами после этого вебинара, вот, новые нейрончики, что-то регенерировалось за счет музыки, эмоций, да, и помним, что награда всегда обязательно, чтобы мозг был нашим другом, уважаемым другом, любимым, так же, как и остальная нервная система, так, ура, ага, вот она запись, вот она запись, вы знаете, здесь я не изменяла, мы не изменяли основные параметры, потому что они очень общие, но это будет совсем другой курс, понятно, да, вот насчет курса, то есть, качественное увеличение скорости понимания, запоминания, анализа информации, этого можно достичь разными стратегиями, у меня они стали вот такими, как золотой купол, одним словом, не будем правду искажать скромностью, правда, наш мозг молодец, так, вот, построение смысловых структур, и все остальное, задавайте вопросы или по курсу, или по всему, значит, еще раз, вот я очень рекомендую, и те, кто будет на курсе, буду специально просить, не в Фейсбуке, а в Телеграме, там очень удобно, там и чаты, и все, а в Фейсбуке убегает, но вот здесь вы можете посмотреть, там есть в файлах, именно в файлах, там есть кое-что интересное, точнее, можно, много интересного, по формам, вот здесь, тоже смотрите, это все в Фейсбуке, вот теперь у меня библиотека смыслов и вдохновений, все, Фейсбук-профиль, ну, фактически, то же самое, это сайт старый с программой, но, вот у меня большое предупреждение, есть техника для развития лобных долей, которую мне запретили и в книге использовать, и я полностью с ними согласилась, потому что я не знаю, не могу проконтролировать, и чтобы не была нарушена экологичность, не нарушен какой-то биологический момент, не принести вред, есть одно сильное упражнение, вот, и когда большой курс, ребята, дорогие, только по собеседованию, по личному собеседованию, это раз, ну, и курсы, которые здесь будут, тоже только через собеседование, понятно, а, о, важное, фейсбук-профиль, мои дорогие, если вы добавляетесь в друзья, а, а я тогда буду знать, что вы мои коллеги, или еще что-то, пожалуйста, обязательно мне напишите сообщение, фейсбук безобразно тасует вот эти вот добавления в друзья, просто не нахожу никого, если мне не написать, даже как не отвечаю, нет, бывает, что я отвечаю, если меня не спросить, я желаю вам настоящего, серьезного, такого красивого, красивого кристалла, и быть максимально открытым, алертным, вот это вот, иногда наступает то, что называется красивым словом серендипити, это тогда, когда человек идет за грибами, и вдруг находит бриллиант, вот ребята, вот если у вас будет цель, вот, или полагание, то, не знаю, что, только грибы, бриллианта, вы не заметите, а мы замечаем, и так, самого-самого хорошего вам всего, так, вопросов нет, ура, в смысле ура не то, что вопросов нет, а, чтобы активно поработали в чате, если у кого-то есть, пожалуйста, и вот в группе, и у меня на страничке фейсбук профиля, задавайте, и отвечу, я никогда не могла работать на коротких дистанциях, даже в институте, и все такое, стометровка ни разу не была освоена, простите за задержку, всего доброго, до свидания, спасибо вам огромное, приходите на курс, будет интересно, мы с вами кое-что вместе даже сделаем, тоже будем исследовать, нужно собирать кристаллы, вот такие интересные, всего самого высокого, красивого, светлого, доброго, до свидания, я, я,